Я рада приветствовать всех любителей путешествия на своем канале. Меня зовут Инна. Канал мой основной про парфюмерию. Если вас интересует парфюмерия, проходите на мои другие видео и подписывайтесь. А сегодня я расскажу вам про шикарный отель, который находится в Токерово. И он находится буквально в 10 минутах от Кемера. Отель называется Мартемира. Отдыхаем мы в нем в июле 2021 года. Отель находится полностью на территории Западника. Это очень зеленая зона. Но обо всем поподробнее. Давайте смотреть отель. Это вход непосредственно в лобби отеля. Можете посмотреть, насколько огромная территория. Вот наша банановая аллея. Конечно же, она вся совмещена с хвойными растениями. Боже мой, какой здесь аромат. Запах просто потрясающий. Пока доходишь с моря или бассейна до своего номера, наслаждаешься просто прекрасными запахами природы. В такую аллейку мы заходим и поднимаемся по ступенечкам уже в наш номер. Ощущение, как будто находится где-то в Италии. Сейчас я покажу другую сторону. Красивую. В другую сторону. Вот с таким прекрасным видом. Это для того, чтобы вы понимали, что действительно территория находится вся в зелени. Цикады переключат. Просто невозможно. Боже мой, какая прелесть. Цикады поют, бананы растут. И никого. Ой, какой запах сосновой рощи. Отель в сосновом бару. Ой, а это что? Это магнолия. Дерево магнолий. Класс. И вот по таким красотам, по таким красивым зеленым аллейкам мы возвращаемся в свой номер. Если я замолчу, можно услышать, как поют цикады. Есть прекрасная набережная, по которой вечером можно прогуливаться. И я нахожусь в ее, конечно, уже конечной, в таком варианте. Потому что набережная длится вот через этот мостик, по всему побережью, по всему пляжу. По всей протяженности, по всему пляжу. Там у нас бассейны. Прекрасные вечерние прогулки здесь просто превосходные. Потому что здесь люди с колясочками с детьми катаются, просто прогуливаются. Для тех, кто не любит, допустим, какой-то отдых в виде таких шезлонгов, можно просто взять лежак. Вернее, они здесь стоят и в тенистых, красивых таких деревьях отдохнуть, как бы на природе. Вот как прекрасно можно провести время в тени, днем, вечером укрывшись под этими красивыми деревьями. Там море. Здесь есть тренажерный зал, в который люди занимаются и смотрят прямо. Вот такой вид у них тренажерного зала. Также здесь есть тенистные курты. Три тенистных курта. Да, иду, зайка. Повсюду прекрасные кусты, цветущие, которые дают, конечно же, свой прекрасный аромат. Вот такими аллейками можно ходить по территории отеля, конечно, бесконечно. Пухает этот невероятный зал. И сейчас покажу семейный пляж, который находится возле пирса, в который тоже мы с вами зайдем. И я покажу, какой вход в воду есть из этого пирса. Покажу вам пляж, который считается семейным. Это, наверное, рекомендации. Каждый, наверное, объединенный дубль там и отдыхает. Сейчас мы с вами вводим водичку, и я покажу, какой же здесь вход в море. Галька, скажем, такая средняя. Есть немного такие места очень легкого входа в воду, где просит практически песочек. Но как только мы с вами, конечно же, видим, попадаем на такую небольшую губину, мы видим, конечно же, камушки. И что нам дает эта галька потрясающая? Конечно же, прозрачный цвет воды. Видно, водичка здесь очень прозрачная, потрясающая. И когда заплываешь, допустим, за первые буйки, глубина уже приличная. Просто ощущение, как будто бы воды просто нет. Она прозрачная, когда заплываешь на дальние буйки. Там такой изумрудный, даже не изумрудный, а ультрамариновый цвет воды. Просто голубо-небесно-синий. И это, конечно же, благодаря этим потрясающим камушкам. Конечно же, все зависит от чувствительности ног. Но можно при желании приобрести коралки, которые здесь продаются совершенно недорого. Сейчас с вами пойдем на пирс. Две лестницы, по которой можно спокойно спуститься. А также, вот сейчас нам молодой человек продемонстрирует, как можно прыгнуть с высоты и охладиться моментально. Так, вот, два входа в море. У-у-у! Так, ну вы видели. Потрясающе. Можно выбрать себе, конечно же, отдых на свой вкус. Сейчас мы с вами подойдем к пляжу для взрослых. Это пляжный бар. Вот. Если от него спуститься и повернуть налево, то здесь я вам покажу. Здесь написана табличка. Пока можно полюбоваться. Здесь, кстати, всегда меньше людей. Можно полюбоваться атмосферой этого пляжного воздуха. Я вам покажу табличку. И здесь написано. Пляж для взрослых. Вот. Но вижу, конечно же, здесь очень много детей. Возможно, конечно, потому что многие не читают эту информацию. С какой целью это сделано, мне неизвестно. Возможно, для людей, которые хотят отдыхать в более спокойной атмосфере, которые приехали сюда, ну, возможно, сами, без детей. Дальше находится лаунж-зона такая, которая, видите, у нее покрытие такое белое деревянное. Здесь такие находятся беседки, которые приватные. И можно себе снять приватно. Конечно же, я не буду снимать людей, которые приватно могут выходить вот этому морю. И здесь очень безлюдно. Конечно же, это более приватной территории. Эти беседки стоят платно. Они стоят 50 евро в день. Вот я так покажу быстро, чтобы не смешать людей. 50 евро в день люди занимают эту беседку. К нему прикрепляется к этой беседке свой официант, который выполняет все ваши каприны. Еще раз вашему вниманию водичку. И вот взгляд на отель. Вот это, получается, начало территории. Приватные бунгало. Вы выше, если выше этих посмотреть красивых беседок. Видно там рыбный ресторан. Пирс как бы разделяет отель на две части. То есть на левое, на правое. Территория очень большая. Пляж очень длинный. Вот эти бунгало, которые еще никем не заняты. Покажу изблизи беленькие диванчики. Прекрасный выход к муру. Это рыбный ресторанчик. С такой террасой, которая прям выходит на море. От солнца светит нам глаза немножко здесь. Вечером здесь очень красиво. Можно поужинать с видом на море. Мы с вами попали на ужин. Хочу показать разнообразие фруктов. Черешни, персики. Дальше потом уже у нас сладкий стол. В 2021 году нас обслуживают официанты. И с удовольствием нам могут предложить вот такие салаты. Это мой стол. Могу сказать сразу. Сыры. Потрясающие. Здесь всякие жакузки. Из перцев. Это какие-то более национальные блюда. Здесь я хочу показать. Здесь более диетическая еда. Это тоже мое проколи. Мясо, рыба. В общем, огромный ассортимент. Здесь что-то варится и кипит. Здесь курочка, макарошки. Я просто тут никогда ничего не беру. Поэтому мне трудно определить, что это. Привет. Очень доброжелательный персонал, могу сказать. Покажу теперь мою кухню. Я всегда беру мясо, хорошая говядина. И я беру дорадо. Сегодня на ужин дорадо. Кукуруза очень вкусная. Берем плов. Местная выпечка. Очень все вкусно. Здесь бар, чай, кофе, вода. Так, а это вторая часть бассейна. Я снимаю вечером. Конечно, немножко уже, наверное, темновато. Здесь вообще интересная зона. Бассейны находятся прямо у подножия этих красивых хвойных деревьев. Здесь часто тенисто. Люди любят отдыхать, когда не хотят находиться под палящей солнцем. Ну что, подводя итоги, что хочу сказать, подметить в этой модели. Самое главное достопримечательность, на наш взгляд, это, конечно же, очень зеленая территория. Прекрасное место расположения. Чувствуется, что это действительно, ты попал в какой-то зеленый оазис. Очень много зелени. Конечно же, чувствуется, что находимся в заповеднике. Прекрасная, мягкая, теплая вода. Давайте по пунктам. Попадая в номера, хочу сказать, номер у нас был большой, 36 квадратных метров. Довольно-таки большой. Хочу заметить то, что очень чистый, ухоженный номер. Да, реновация, по-моему, если я не ошибаюсь, была, по-моему, в 15-м году. Отель добротный, новая свежая мебель, потрясающе удобный матрас, прекрасные мягкие подушки. Почему я об этом говорю? Потому что это мне, как путешествующие, как бы мы путешественники, это определяет класс отеля. То есть кровать действительно мягкая, прекрасная. Дальше. Питание. Питание для нас было просто потрясающее. Диетическое, изысканные виды морских, конечно же, рыб. Я любитель рыбы. Есть разные сорта мяса, виды мяса, разные его способы приготовления. То есть здесь можно, конечно же, и мясом на гриле побаловаться любителям. Более такой вкусной, наверное, еды. Я, как любитель здорового питания, находилась здесь для себя очень много приятного и вкусного. То же касается и детей. Дети могут, здесь есть отдельная детская кухня. В общем, недостатков для нас в еде не было. Это тоже важно. Дальше. Путешествия. Вот сейчас мы посмотрим здесь кораблик. Мы брали этот кораблик, плыли к островам. Там у нас дальше черепаший остров. Действительно, хорошая экскурсия. Но дальше хочу сказать, возможно, меня сейчас будут не сильно приветствовать отельные гиды. Но хочу сказать, что экскурсии мы брали не у отельных гидов, потому что цена в два раза дешевле. Из Мартимера мы выходили из главных ворот. И первое экскурсионное бюро, покупали у них экскурсии. На какие экскурсии мы ездили? То, что действительно нам очень понравилось, это турецкие Мальдивы, которые стоили 30 долларов на человека. А если у отеля покупать, у отельных гидов, это стоит 60 долларов. Ну, тут уже решайте сами. Рассказываю просто про наш опыт. Возможно, это кому-то покажется важным и полезным. Турецкие Мальдивы, белый песок, камушки такие белые, вода прозрачная, чистейшая, голубая. Там получается шикарно отдохнуть и шикарные фото. Это на кораблике мы катались. И нам еще очень понравилось. На рыбалку мы ловили форель в каньоне и купались в водопаде. Вот, это что касается экскурсий. Территория огромная, прекрасное обслуживание, чистые номера, каждый день уборка. Обслуживающий персонал в кафе, в ресторанах очень приветливый, приятный. Вот, для нас так получилось, что минусов мы не нашли в этом отеле. Нам все понравилось. Если вы отдыхали в этом отеле, пожалуйста, напишите в ваших комментариях, как вам отдыхалось. Возможно, какие-то минусы, которые вы заметили. Это будет все полезно почитать людям, которые, возможно, хотят выбрать этот отель. Я с вами прощаюсь, желаю вам хорошего отдыха. И, конечно же, поставьте лайк этому видео. Всем пока.